С нами на связи Игорь Райтерович, украинский политолог. Игорь, здравствуйте, рада вам, как всегда, в эфире «Фридом». Доброе утро. Складывается впечатление, что такое, ну, возможно, витают такие мнения в Кремле, что лучше уж будут там сожжены пять условных Шебекина, причем непонятно кем, ведь есть вроде бы как сообщение о том, что Шебекина обстреливали регулярные войска Российской Федерации, то есть защитники, да, по идее, Кремля. Будет сожжено лучше пять Шебекина, чем Владимир Путин, Шойго, Герасимов, ну, и по списку обратят настоящее, реальное внимание на то, что происходит, происходило на территории сразу же ряда областей. У вас не складывается впечатление, что, в принципе, простите за грубость, вот тем выше названным мною господам по барабану на свои же, на те регионы, которые они, ну, пока что контролируют? Ну, эта тема для них явно не является приоритетной, это действительно надо понимать. Они это всячески демонстрируют, как на уровне реакции, например, органов местной власти, так и на уровне реакции центральной власти. Поскольку монополия же на насилие и на силовые действия остается, должна, по идее, оставаться у центра, но мы видим, что никаких команд заниматься там защитой они, по большому счету, не дают. В этом плане очень показательная история, когда там в первый рейд еще полицейские все, которые были на месте, они собрались в одном здании и оттуда централизованно уехали в другой город, потому что, в принципе, не очень понимали, что надо делать и должны ли они принимать участие, ну вот, в противодействии тем добровольцам, которые зашли на территорию области и выступали против режима Путина. И вот такая вот, с одной стороны, сначала растерянность, а потом уже именно принципиальное решение не обращать внимания и игнорировать на то, что происходит в приграничных областях, свидетельствует о том, что, ну, во-первых, приоритеты совсем другие у центральной власти российской. Они считают, что все войска надо бросать там в Украину, они думают про защиту своих непосредственно территорий от внутреннего конфликта. И второй момент, это действительно отсутствие, по большому счету, так получается, каких-то нормальных ресурсов и возможности вот подобным действиям каким-то образом противодействовать. То есть мы видим, что в кризисе и силовая вертикаль пребывает, у которой очень замедленная реакция, и даже когда у них появляется время, они все равно ничего не делают в силу, там, наверное, коррумпированности, забюрократизованности и массы других каких-то вещей. Ну и еще один очень важный момент в том, что растерянность политического плана присутствует, то есть они не могут определиться, что для них является приоритетным. Но отсюда мы видим те действия, которые уже неоднократно там наблюдали, и я думаю, что будем еще наблюдать. Почему? Потому что, знаете, если вот подходить с такой научно-теоретической точки зрения, есть такое понятие, как fail state, то есть государство, которое не состоялось. Россия вот годами вкладывала миллионы, если не миллиарды рублей точно, и миллионы, сотни миллионов долларов и евро в пропаганду о том, что кто угодно, но только не они таким государством являются. Про Украину такое говорили и так далее. Но вот такие действия и реакция властей на такие действия как раз свидетельствуют о том, что Россия, в принципе, уже на пути к этому fail state, поскольку они не контролируют часть своих территорий из-за внутреннего конфликта. И, в принципе, по большому счету не собираются это делать. С этим как бы смирились, махнули рукой и предпочитают такие вещи, по большому счету, игнорировать. В 2014-го каждый вечер на российских телеканалах рассказывали, что Украина как раз государство fail state, а как показала практика, 24 февраля 2022 года показала всему миру, что на самом деле все с точностью, да, наоборот, все, о чем говорили, как раз и есть присуще. Да, мы не будем сейчас, Игорь, хотя это тоже хорошая тема, когда-то с вами встретимся в эфире, об этом поговорим, по всем признакам, которые свидетельствуют о том, что Россия как раз и является государством, которым можно именовать fail state. Сегодня говорим о рейдах, которые совершает РДК и Легион Свобода. Я хочу вас как раз спросить. Понятно, что до сих пор, да, вот уже фактически месяц, но нет таких определенных признаков того, что российское руководство все-таки разработало какую-то более широкую политику по предотвращению дальнейших рейдов при граничной области России. Вы уже и ответили частично, почему так. Но вот хотелось бы добавить еще мнение, которое было у нас в эфире, что есть несколько факторов, в первую очередь политически, почему до сих пор и нет масштабной реакции со стороны российского руководства на рейды, которые проводит Легион Свобода России и Русский Добровольческий Корпус. Так в нашем эфире заявил Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор Запаса Службы Безопасности Украины. Давайте мы услышим, о чем конкретно он сказал. Они не знают, как реагировать. Они в своей политике, когда начинали процесс усиления власти Путина, они всегда говорили, что все русские в основной своей массе, они за президентскую власть, за вертикаль, за порядок. И если кто-то против выступляет, это какая-то псевдолиберальная оппозиция, которая может только с шариками выходить. А если кто-то и брал в руки оружие, то это террористы, которые, как правило, находились где-нибудь на Кавказе, с которыми очень успешно воевали спецслужбы и розувардия. И тут оказалось, что есть русские, которые не приемлят политики Путина и готовы с оружием в руках отстаивать свое мнение. Игорь, вот все-таки в продолжение, хотелось бы понять, ну вот скажем так, информационная машина в Российской Федерации достаточно утвердительно, можем говорить, продолжает работать так, как нужно все-таки Кремлю. Вот это упущение все-таки, как так произошло, почему реакция, мне казалось, она должна была быть какая-то рефлективная, даже, возможно, заранее заблаговременно подготовленная, судя из того, как действует Российская Федерация. Почему все-таки Российская Федерация, ну не смогла до сих пор, Кремль не смог отреагировать достаточно компетентно, потому что все-таки не готовы были, не думали, что что-то произойдет. Ладно, первые недели, да, ладно, первые недели, первые дни, бог с ним, как говорится, пока проработать систему, отойти от шока, побрызгать на Владимира Владимировича водички, чтобы он отошел. Хотя такого шока, неужели не ожидали, да. Ну, прошел больше месяца с первого рейда. Продолжаются определенные действия, да, идет подготовка, как я понимаю, к новым действиям, без этого никак. И, возможно, расширение спорной территории. Месяц прошел, где решение? Ну, смотрите, они действительно не были вообще готовы к такому развитию событий, и поэтому сначала впали в определенный ступор. Это же особенность российской пропаганды, она работает по методичкам. Эти методички, кстати, с конца 2022 года пишутся с очень большой задержкой. У них определенный кризис, даже в контексте распространения вот этих вот темников, по которым они должны реагировать на те или иные события. Пригожину появились позже, да, там, чем на самом деле... Гораздо позже. Гораздо позже. Почему? Потому что они уже просто не успевают за тем темпом информационных изменений. Я уже молчу о каких-то других. И это, кстати, было понятно с самого начала, потому что, когда пропаганда централизованная в авторитарном государстве, она, конечно, имеет какие-то определенные плюсы касательно вот этого тотального контроля, но она имеет и минусы. Она не может оперативно реагировать на какие-то вещи. Потом, когда у них это время появилось, они почему не дали на это ответ? И, кстати, его не дадут, потому что нет ответа, который устроил бы непосредственно российскую власть. То есть у них же на самом деле выбор, он минимален. Значит, с одной стороны сказать, что это, например, диверсионно-разведывательные группы, как они про это говорили раньше, но это тогда свидетельствует о том, что силовики вообще не контролируют границу, что они, ну, все деньги, точнее, которые потратили там и местная власть в том числе на строительство каких-то укреплений, зубов дракона, засечных вот этих вот сечей там и так далее, как они рассказывали, но эти деньги, по сути, были разворованы, и все, что там было построено, ничего не стоит. Поэтому признать вот этот факт коррупции, там, в том числе во время войны, ну, для них это было, мягко говоря, не очень хорошо, поскольку была бы в данном случае какая-никакая, ну, реакция, например, от общества, там, рост недовольства и так далее. Но при этом признать, что это реально конфликт внутри государства, гражданский конфликт, ну, для них это еще более страшная инициатива, чем, скажем, первая, поскольку Путин там годами делал все для того, чтобы максимально придавить вот любую возможность какого-то внутреннего противостояния. Он это делал с помощью как откровенно террористических методов, силовых методов, так и с помощью того, что просто коррумпировал, покупал там местные элиты и считал, что у него ситуация под контролем. Скажем сейчас, что через столько лет там его правления, оказывается, есть действительно значительная часть россиян, которые не просто выступают против режима, но делают это с оружием в руках, причем это происходит, тут же тоже очень важный момент, в тех субъектах федерации, которые являются, ну, в ихнем понимании, исконно русскими. То есть это не какие-то субъекты федерации там на Кавказе или в Татарстане, где нету какого-то этнического фактора, а именно русские люди с российскими паспортами и там чисто русскими именами и фамилиями говорят, что мы выступаем против Путина, присоединяйтесь к нам. Поэтому они оказались в такой ситуации неопределенности и приняли решение, ожидаемое, кстати, это просто играет роль такого страуса, который будет игнорировать все то, что там происходит, ну, как-то ситуативно какие-то действия там предпринимать в зависимости от развития ситуации. Но однозначного решения, четкого плана и так далее у них по поводу решения этой проблемы на сегодняшний день нет и не будет. Потому что, опять-таки, тут должны быть люди, которые возьмут на себя ответственность за то, что они прекратят подобные действия, а, видимо, никто в российской власти, в российском генералитете, кто более-менее знаком с реальной ситуацией, не готов на себя такую ответственность брать, потому что понимает, что это просто не получится. Как в силу того, что не хватит ресурсов, так и в силу каких-то внутренних моментов. И поэтому спустя месяц у них вот такая вот реакция, очень ситуативная, ответы на какие-то действия, которые происходят. Я более чем уверен, что она у них сохранится и в дальнейшем. И они просто будут в большей мере игнорировать, замалчивать или откровенно придумывать новости, которые будут приходить из таких территорий, чем выступят с каким-то реальным заявлением и начнут предпринимать какие-то реальные действия. Возможно, как раз и хоть уже за месяц я посмотрела несколько российских программ. До сих пор эксперты, вот что удивительно, видно, до этого не знали, уже как только не называли Шебекина военные эксперты. И Шемекина, и Шемякина, и ведущие уже даже не исправляют. То есть это на самом деле тоже, если честно, говорит вот такое, ну не то чтобы пренебрежительно, но на самом деле пренебрежительно. Где-то такое, знаете, такое поверхностное отношение, да, где-то там Шебекина. Какое Шебекина? Да, да, я же говорю, называют... А на самом деле это же, ну, Шебекина может как раз стать и уже становится таким символом и знаком как раз неумения российской власти и Кремля удерживать ситуацию на своей территории. Притом, да, поначалу там пытались рассказывать что-то, зашли украинские ДРГ и так далее, и так далее. Ну, все прекрасно, да, понимают, потому что, ну, ребята и лиц своих не скрывали, и обращения определенные делали. И это, наверное, тоже для Кремля о многом очень говорит, когда... Ну, то есть это уже признаки, да, начинающего такого гражданского, как они любят говорить, конфликта, а впоследствии еще более серьезных последствий. Поэтому, наверное, тактику не выработали. Но эти же действия будут продолжаться, Игорь. Все-таки необходимо будет вырабатывать определенную тактику. И мы вот тут с Денисом говорили, вот это вот противоборствующее между собой два клана, назовем их так, да, тут и Пригожин говорил, я там вагнеровцев заведу для того, чтобы там навели порядок, и Кадыров с Ахматом. Белгородская область стала местом рекламы. А, рекламы, да, ты сказал. Вместо помощи гражданам России, да, с паспортами Российской Федерации, выехать там, эвакуировать, да, гуманитарную помощь условную привезти. Белгородская область Шебекина стала местом рекламы Пригожина, Ахмат Скадыровым, Гладкова, губернатора, главы городского округа Шебекина, в том числе, который сейчас зовет обратно чиновников, кстати. Предлагаем, да, бесплатное жилье, если не ошибаюсь, да, по талончикам, наверное. А о людях кто-то вспомнил или нет такой вот простой вопрос? Либо только Симоньянуся в Телеграме писала о том, что вот здесь реквизиты на помощь жителям Белгородской области. И, кстати, что они с этими деньгами сделали, ничего не понятно. У них же ответственности. Может, у Марго сумочка новая? Ну, смотрите, на самом деле эта история, она показала еще одну очень важную вещь. Вот эти вот проблемы пренебрежения элит к простому народу, они же всегда на России были, ну, очень сильными. Но вот такие истории, они их просто очень ярко демонстрируют. И, кстати, реакция этого народа, она очень понятна. Они начинают больше злиться даже не на тех, на что был расчет у российской власти. Кто, например, там заходил и выступал против режима Путина, потому что они думали, что народ как-то сплотится. И сразу скажет, вот, отечественная война, враг пришел на нашу территорию. А народ собрал быстро вещи и уехал оттуда, потому что он не собирается, значит, воевать за режим Путина даже на своей территории в таких моментах. Но когда они увидели еще такое откровенно пренебрежительное, хамское отношение к себе, начиная от того, что эксперты и чиновники не могут просто выучить правильные названия населенных пунктов, ну, что свидетельствует, кстати, и о уровне подготовки так называемых этих экспертов и чиновников, и заканчивая тем, как они вообще эти все вещи комментировали, это, мне кажется, сигнал и остальным регионам Российской Федерации, что нет никакого там равенства в условиях именно войны. Потому что, с одной стороны, вы с телевизора постоянно кричите, надо объединиться, сплотиться, там, кругом одни враги, и только с Путиным мы этих врагов сможем победить. Но, с другой стороны, элиты живут так, как они жили раньше, даже лучше в какой-то мере. А простое население живет гораздо хуже и еще попадает вот в такие ситуации, и никто на них, соответственно, не реагирует. Поэтому вот эта история, она выпустила еще одного дополнительного джина с бутылки, и этот именно джин вот этого, знаете, такого недовольства, противостояния постоянного между, ну, даже не столько провинцией и крупными городами или столицей, сколько вот именно политической элиты и простого народа. Я хочу напомнить, что все какие-то революции, там, бунты, революционные выступления, которые были что в Российской, ну, в Российской империи, потом в ранней, скажем так, Российской Федерации, они, как правило, вот исходили из вот этого постулата о противостоянии элиты и простого народа. То есть они там, народ этот может долго-долго терпеть, но потом у него просто происходит какой-то срыв, и это все выплескивается на тех, кто, по идее, этот народ должен представлять, защищать, а на самом деле они этого не делают. И вот на самом деле эта история очень хорошо это показала, и мне кажется, дальше этот кризис будет только усугубляться. Мы, кстати, его отголоски видели даже после вот той атаки неизвестными дронами Москвы, когда масса россиян в социальных сетях писали, ага, вот москвичам так и надо. То есть они не писали, что ужас там атакуют столицу, они писали, москвичам так и надо. Что-то мне подсказывает? Игорь, вы сейчас сказали, я вспомнила, когда, да, взорвали россияне Каховскую, ГЭС, и когда киевляне, у меня, ну, по крайней мере, у меня в ленте, в социальных сетях, в фейсбуке, через сообщение было, ребята, кто из Херсонской, передавайте информацию, отдаю там дачу, Киевская область, дом, пожалуйста, приезжайте абсолютно бесплатно, и прекрасно понимаю, что на неопределенное время, потому что ситуация, мы понимаем, что она критична. Там же, наоборот, да, я смотрела несколько материалов, где жаловались местные жители, что никто ничего не предложил, предложила, да, какие-то санатории, лагеря, и все абсолютно вместе там проживают. Это то, о чем говорит о том, ну, скажем так, поверхностном, таком пренебрежительном отношении. Зато когда дроны по Москве, эти же люди, которые попали сейчас, в беду радовались, что такое с Москвой. Ну, вот парадокс, да, в Украине абсолютно другая ситуация, возможно, там она до 2000, как раз 22 февраля, она и была тоже присуща, да, мы не будем тут скрывать, но действительно есть вещи, которые очень сильно глобализируют, синтезируют и объединяют, и Украина это прекрасно показывает, и каждая очередная страшная трагедия, вот и Каховская ГЭС, это показывает, что, ну, на самом деле украинцы тут готовы, а вот россиянам это не присуще, так же, как и помогать, да, там, обеспечивать свои... А Маргарита помогает. 80 семей перевезла из Шибеки на Белгородской области, ну, да ладно. Другой аспект этой темы, что важно, если говорить не о Путине, а о людям, которые противоборствуют ему с политической точки зрения, напомню нашим зрителям, что съезд народных депутатов в России ныне разрабатывает новую конституцию Российской Республики, что важно, так о будущем России говорят представители съезда народных депутатов, наверное, тема, да, больше как раз для них, но, тем не менее, для дискуссии, Игорь, как вы думаете, а может ли новая конституция в случае ее там дописания, доделывания в краткосрочной, среднесрочной перспективе распространяться на те регионы, которые будут освобождены легионом свободы России и русским добровольским корпусом? И что, наверное, более важно, а будет ли визия от стран Европейского Союза, США, на то, чтобы проходил вот такой процесс освобождения России от Путина? Ну, эта визия появится сразу, как только какие-то регионы, там, части регионов, да, будут длительный срок контролироваться представителями вот этого поставческого движения. Ну, объективно на это придется обращать внимание и вырабатывать какие-то подходы. Подходы здесь, кстати, могут быть разные. Я думаю, что в качестве определенного троллинга российской власти это будет заявление, что мы, как бы, внимательно наблюдаем, выражаем глубокую обеспокоенность, но это исключительно вопросы внутренние российские, и если есть люди, выступающие против власти Путина, к этим людям надо прислушаться. Что касается проекта Конституции, это, на самом деле, неплохой вариант. И если получится, опять-таки, в силу там какого-то продолжительного контроля над частью территории в будущем какие-то положения вот этого проекта применять непосредственно на практике, ну, мне кажется, это будет неплохая история с точки зрения, опять-таки, создания определенного образа другой России. И, может быть, тогда вот местные жители увидят, что может быть по-другому, может быть совсем другая система координат, система взаимоотношений, ну, и это явно будет идти в минус центральной власти, режиму непосредственно Путина, который, опять-таки, не будет знать, как на это реагировать и как этому противодействовать. Игорь, спасибо вам за ваш анализ, за ваши месседжи, рады вам всегда в эфире телеканала Freedom. Я напомню, что Игорь Райтурович был с нами на связи.